Здравствуйте! В информационной студии Дарья Янко и коротко о событиях города и края. Почти 30 управляющим компаниям Приморья отказано в продлении лицензий на обслуживание 430 домов. Что ждет жильцов после принятых решений, рассказали в Государственной жилищной инспекции. Подробности далее. По словам специалистов ведомства, в связи с истечением пятилетнего срока действия лицензий у управляющих организаций Государственная жилищная инспекция региона провела их проверки на соответствие лицензионным требованиям. По результатам мероприятий отказ в продлении срока действия лицензий получили 27 управляющих организаций, в управлении которых находятся 430 многоквартирных домов. В частности, 7 управляек работают в Дальнегорске. У К. Тетюхи – 43 многоквартирных дома, ДЭКа – 22 многоквартирных дома, Ремонтник – 1 многоквартирный дом, Жилбыт – 17 многоквартирных домов, Комфорт переименовывались в Комфорт-Дальнегорск – 17 многоквартирных домов, Приоритет переименовывались в Даль-ЖК – 37 многоквартирных домов и Доверие-Центр – 3 многоквартирных дома. Как пояснила исполняющая обязанности руководителя Госжилы инспекции края Алена Жигирь, основными причинами отказа являются нарушения соответствующих требований. Например, наличие у управляющих организаций задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, отсутствие у руководителя управляющей организации квалификационного аттестата, который подтверждает компетентность руководителя в области жилищно-коммунальной сферы, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, а также другие нарушения, от которых зависит качественное обслуживание дома. Для недопущения оставления домов без управления с 1 июня этого года управляющие организации, лишённые лицензий и не подавшие заявления на их продление, обязаны надлежащим образом исполнять обязанности по обслуживанию зданий, оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в домах до тех пор, пока собственники на общем собрании не выберут другую управляющую организацию с действующей лицензией. Также муниципалитеты могут провести открытый конкурс по отбору управляющей организации. Вся подробная информация об управляющих компаниях имеется в системе ГИС ЖКХ. Отметим, навести порядок в обслуживании домов – поручение губернатора Приморья Олега Кожемяка. Он обозначил, что в правительство поступает много обращений от жителей на ненадлежащую работу управляющих компаний. Задача власти – навести порядок в этом сегменте ЖКХ, чтобы обслуживающие организации понимали ответственность перед людьми, чтобы на рынке были те компании, которые способны выполнять данную работу качественно. В Дальнегорской больнице бесплатно по полюсу ОМС можно пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции. Прививка защитит от самого заболевания и от его тяжелых последствий. Для детей раннего возраста и для пожилых людей предназначена вакцина «Превинар-13». Она защищает от 13 штаммов пневмококковой инфекции. Вакцина для взрослых, которая применяется от 18 лет и старше, имеет 23 штамма вирулентного пневмокока. Она называется «Пневмо-23». Вакцины есть в наличии. В первую очередь на вакцинацию приглашаются люди старшего возраста с заболеваниями сердца, сосудов, атеросклерозом, диабетом и другими хроническими заболеваниями. Для них пневмококковая инфекция представляет большую угрозу. Обращаться по поводу вакцинации нужно к участковому терапевту. Если по каким-то причинам человек не может подойти к своему терапевту, можно обратиться напрямую в кабинет номер 41 со своей амбулаторной картой в часы приема. В минувшие выходные Дальнегорск посетила более сотни спортсменов из различных уголков Дальнего Востока для того, чтобы принять участие в этапе гонки по бездорожью на мотоциклах «Экстрим Эндуро». Подробности далее. Гонки на мотоциклах по бездорожью в Дальнегорске проходили уже в третий раз. В этом году «Эндуро» собрало более ста участников из Сахалина, Камчатки, Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. Два дня спортсмены покоряли живописные сопки в окрестностях села Краснореченский и города Дальнегорска, проверяя на выносливость себя и технику. Организаторами масштабных соревнований «Экстрим Эндуро» выступили наши земляки Пётр Ионов и Константин Перелыгин. Все началось с обычного мотоцикла, на котором я катался по деревне в Красноярске, а потом это переросло все в почти профессиональный вид спорта. Как вообще появилась идея организовать именно соревнования «Эндуро»? Катался по своим тропиночкам, как-то их знал, накатывал и думал, вот бы когда-то здесь провести соревнования. Также посетив соревнования в других городах, Бадивосток, Находка, там, везде, везде, везде. Но почему мне сделать «Эндуро»? И мы с Петром Ионовым подумали и решили рискнуть. Все у нас сложно получалось, но вот три года назад прошла первая гонка. Привет, меня зовут Петр Ионов, я 10 лет езжу на мотоцикле и вот лет 7 назад начал заниматься «Эндуро». Мне это понравилось, это намного лучше, чем дорожные мотоциклы. Почему? Потому что нет страха, что на дороге воду собьет, все такое. И в целом, стилл управления мотоциклом, Наур, намного сильнее именно на таких-то «Эндуро» мотоциклах. Когда ты борешься с природой, с трассой, чувствуешь, как мотоцикл себя ведет, какой у него зацеп, и ты ездишь в экстремальных условиях. Это очень интересный и крутой спорт. Я вот пришел в него, а буквально три года назад с Костей у нас появилась идея провести гонку. Больше даже у Кости идея, он мне предложил, и я просто всеми руками «за». Мы начали собирать людей по всему Дальнему Востоку и проводить гонку. Сразу нас поддержало огромное количество участников. В первую гонку приехало там 100 человек. И сейчас наша гонка в Дальнегорске именно считается одной из самых лучших в Приморье, если не самой лучшей. Ну, не по моим словам, а по словам гонщиков. Поэтому они приезжают каждый год за 3-9 земель к нам и с удовольствием участвуют в этой гонке. Даже вот эти дождь, такой ливень, и это была не помеха. Все равно мы набрали там 100 плюс людей, еще точное число не знаю, но точно больше сотни. Для того, чтобы принять участие в гонке, спортсмены, отслеживая календарь спортивных событий и зная о предстоящих этапах как минимум за полгода, начинают готовиться. Затем создаются группы, где уже дается более детальная информация о предстоящих соревнованиях. Далее происходит онлайн-регистрация, где экстремалы указывают все свои данные и тем самым бронируют за собой место для участия. Всего в чемпионате существует три группы участников – спорт, хобби и опен. Первый – это класс спорт. Не то чтобы спортсмены, но любители с огромным опытом, которые уже в этом, так сказать, достигли таких высот. Они едут очень сложный трек. Пути проводят там 6-7-8 часов. А класс опен – это, ну, они любители называются. Они более полегче трек едут. А хобби – это участники, которые якобы новички, вообще новички. Но порой прям новичкам-новичкам тяжело ладо и едут уже такие новички чуть-чуть с опытом. Прям новички, очень им это не дается, но они могут себя пробовать. Свернуть трассу на дорогу и вернуться домой или там на финиш никогда не поздно. Просто день у них не засчитан, но они побывали в этом всем мероприятии. В первый день масштабного спортивного события экстремалы покоряли рельефную местность в селе Краснореченске, где сопки, ручьи и крутые подъемы дались экстремалам непросто. Но сильнейшие справились с бездорожьем, показав при этом очень зрелищные заезды. Поболеть за спортсменов пришли как жители округа, так и гости. Не помешало получить море ярких эмоций и погода. Дождь, который лил с утра, лишь добавил мероприятию атмосферности и дополнительных испытаний для мотоциклистов. Прибыль, потому что увлекаемся спортом, эндуро в частности. Нравится испытывать себя, получать эмоции, общаться с друзьями, старшими товарищами, смотреть на них, вдохновляться. Вовлекаемся не так давно на том, что это я. Погода прям даст нам, как говорится, почувствовать пределы нашего опыта. И кого-то опыта, а кого-то не опыта. Поэтому я думаю, будет интересно. Я тоже из Хабаровска, мы тут уже третий раз, уже были два раза. Отличная у вас локация. Погода, правда, не очень. Но нам не важно, мы из Хабаровска приехали, поэтому мы все равно покатаемся. У вас горы классные, рельеф отличный. Поэтому мы тут покатаемся. Почему привлекает этот вид спорта? Потому что мы не занимаемся. Нет, ну экстрим может быть. Конечно, выносливость, сила. Физика и мусы работают. Что еще у нас работает? Мы из города Владивостока катаемся недолго, два месяца. Может быть, три. И решили сразу приехать сюда, на самый сложный трасс? Да, почему нет. Это хорошая тренировка в первую очередь. А там посмотрим, как получится. Почему нравится именно этот вид спорта? Именно этот вид спорта? Да. Он тренирует характер в первую очередь. Тренирует, не сдаваться. Я из Владивостока. Занимаюсь мотоспортом, в принципе, всю свою жизнь. Но класс эндуро перешел в этом сезоне. Для меня это новый опыт. В плане эндуро еще и такая замечательная погода. Почему именно этот вид спорта привлекает? Эндуро? Ну, поскольку, в принципе, меня привлекают мототемы. Но мотокроссы достаточно опасны без спорта. Я уже устал ломаться, так скажем. Деннис Вискауч. Я сейчас в Словакии. Я спортом занимаюсь, а в 13 лет. Именно эндуро? Нет, мотокросс не занимаюсь. Хорошо, почему? Мама не разрешила, сказала, давай в пианино. Пианино обросил в эндуро. Но всю жизнь, на самом деле, дышу этим, пропитан этим. Но спортом профессионально, честно, не получилось. В русское ралли ездил раньше в мотоконце, был в формат пятидневный. Русско-японское мероприятие. Там подломался по здоровью, 8 лет перерыв, жизнь. Троих детей успев родить, а потом сюда с женой собрать. А потом обратно. А потом обратно. Это все до конца. На всю жизнь? Да, однозначно. Спорт оттенок. Среди спортсменов, приехавших покорять нашу сложную местность, была представительница прекрасного пола. Несмотря на то, что этот вид спорта является не только физически сложным, но и требует определенных навыков и выносливости, она прекрасно проявила себя и получила большое удовольствие от заездов. Меня зовут Настя. Я занимаюсь уже восьмой год, но соревнования есть. Как раз вот три года уже в Дальнегорске. А еще час тоже? А сама откуда? В Павелстопом. Второй день соревнований проходил на локации в районе хлебозавода в Дальнегорске. Погода была более благосклонна к зрителям и к участникам, нежели в первый день. Отец у меня участвовал в соревнованиях в свое время, занимал призовые места на России, и я как бы по его стопам пошел. Именно в эндуро? Нет, именно с мотокросса он начал, но потом как бы разные направления появились, эндуро и мотокросс, ну я и там, и там катаюсь. И сколько вы занимаетесь уже этим? Восемь-девять лет. Как вам впечатление от первого дня гонки? Сложно. Дождь внес свои коррективы, стало вдвойне сложно. Ну, в общем, довольны, и как эмоции? Ну, доволен, да. Доволен ли своим результатом? Хотелось бы лучше, но я долго не участвовал в экстрим-эндура, поэтому доволен своим результатом, что доехал. Занимаюсь я уже четвертый сезон, по-моему, в экстрим-эндурах. Собирается. Пытаюсь развиваться в этом направлении. А вы увлекаетесь как хобби или как профессиональный спорт? Нет, больше как хобби. Больше как хобби. А ваша основная деятельность? Занимаюсь грузоперевозками, транспортным спортом. Скажите, пожалуйста, почему вас привлекает данный вид спорта? Ну, во-первых, это физические нагрузки, которые ты не спытаешь нигде. Во-вторых, это самоконтроль над собой. И очень большой выброс эмоций. То есть прям колоссальный. И отдыхаешь прям головой и телом. Расскажите просто свои эмоции после первого дня. Было очень трудно. Ну, мне лично было трудно, потому что был дождь, ливень. Было прям грязно в лесу, корни, крутые подъемы, крутые спуски. Особенно классные были ручьи, их было много каменных ручьев. Ну, все понравилось. Второй день, я думаю, что по сложности, какой же, как и первый. Гонка действительно очень сложная. Она попадает, наверное, в одну из самых сложных планок Приморского края. Я думаю, вообще, наверное, с гонками 100% и Гилежит и Сахалин. Мы действительно очень довольны результатом. Ну, в общем, довольны результатом. Я убью вас. Ну, да, наверное. Я на финише, это уже результат. Второй день однозначно был сложнее. Если бы был дождик, к примеру, как первый день, ну, не знаю, мне кажется, много бы не финишировали танков. Были проблемы. Красочно, прикольно, все, устал. Ну, у меня первая гонка такая двухдневная. Надо готовить физуху. Скилла, как бы, ехать все хватает. Проблем нет. Ну, с физухой были проблемы. Поэтому немножко вывалился из десятки. Ну, и я перешел только в Олпу. Это мои первые соревнования. Я с Хобби перешел. Замечательные впечатления. Отличный трек, отличные виды. Отличная погода, замечательный Дальнегорск. А участвовали ли в каких-то других городах на соревнованиях эндуро? Ну, в Владивостоке. Ну, участвовал, в общем. Расскажите, что интереснее там, в Владивостоке или, может быть, здесь? Почему приехали именно сюда? Нравится очень. Здесь нравится природа, рельеф. Поэтому второй год подряд приезжаем. Расскажите, пожалуйста, свои впечатления касаемо сложности трасс. Сложно ли было? Что сложнее, первый или второй день? Мне показалось, что второй день чуточку сложнее, чем первый, несмотря на погоду. По итогу двух дней бескомпромиссной борьбы на пьедестал поднялись лучшие из лучших. В классе Хобби первое место у Дениса Доманюк, второе место у Егора Белокопытова и третье место занял Антон Шуклин. В классе Опен первое место у Андрея Зажигина, второе место у Александра Демченко и замкнул пьедестал Сергей Степаненко. В классе спорт первое место уже второй год подряд занял Андрей Гаевский, второе место у Вадима Шиковец и третье место у Артёма Юрчук. Высокий уровень организации соревнований, большое количество участников, красивейшая природа и неповторимый рельеф местности покорили участников первого чемпионата Приморского края. В будущем организаторы экстрим-эндура в Дальнегорске надеются расширить географию участников гонки и вывести её на новый уровень. С началом летнего сезона для учащихся школ организуют пришкольные лагеря. И для того, чтобы сделать их посещение более интересным и увлекательным, существует спартакиада. Ученики соревнуются в различных видах спорта. Первым видом соревнований стал мини-футбол. Подробности далее. Спартакиада оздоровительных лагерей – это традиционные соревнования, которые проходят в округе уже более 10 лет. В неё входило раньше 4 вида. Это соревнования по мини-футболу, весёлые старты, шашки и пионербол. Но в этом году весёлые старты мы заменили на фестиваль ГТО. То есть, также вот 4 вида соревнования по мини-футболу, которые мы сегодня уже проводим в финальной игры. Здравствуйте. У нас завтра начинается фестиваль ГТО, проводим. И на следующей неделе соревнования по пионерболу и соревнования по шашку. По итогу этих 4 видов мы подводим итоги и производим награждение за общие спартакиады. Мини-футбол в рамках спартакиады проходил с 5 по 7 июня. Участие принимали в нём команды из пришкольных лагерей округа. В составе команд были ребята разных возрастов. Они показывали свои умения на ограниченном поле. Примечательно, что среди мальчишек в составе команды одной из школ вошла девушка, которая при этом стала одной из лучших на поле. Сегодня у нас проходят соревнования среди оздоровительных и школьных лагерей по мини-футболу. Сегодня у нас финальные игры. У нас сейчас будет первая игра играет вторая школа и семнадцатая школа. Это будет игра за третье-четвертое место. И потом финальная игра. Финальная игра у нас состоится между школой номер 8 и школой 21. 21-я школа играла в понедельник первой и восемнадцатой школой. Выиграла со счетом еще наступающей серии 2. В команде активно себя проявили в школе номер 21. Это Тимошин Кирилл нападающий. И одна девочка, это Конкотенко Маргарита. Маргарита забила три мяча. Маргарита сама занимается футболом, очень активно любит спорт. Я вот преподаватель у нас первой школы, она на эту структуру себя постоянно именно в спортивных играх активно себя проявляет. Всем спортсменам я сегодня желаю только победы. Ну и победить и нечего. Полицейские задержали иностранных граждан, совершивших серию краж в Владивостоке. Причиненный потерпевшим ущерб превысил 600 тысяч рублей. По фактам хищения чужого имущества возбуждены уголовные дела. Подозреваемых заключили под стражу. Подробности в материале наших коллег из пресс-службы ОМВД России по Приморскому краю. В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение местного жителя о краже. На место происшествия прибыла следственная оперативная группа. Установлено, что на улице Басаргина во Владивостоке злоумышленник проник в бытовку, взломав железную дверь и похитив оборудование и электрокабели. Позже за помощью в полицию обратились еще четверо местных жителей с аналогичными заявлениями. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил сумму свыше 600 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Владивостоку установили личность подозреваемых в имущественных преступлениях. Ими оказались двое 27-летних приезжих из Средней Азии. Мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции, где сознались в содеянном. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами Б и В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кража. В отношении подозреваемых избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного им ущерба. Расследование продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова